Омские чиновники продолжают войну с несанкционированной торговлей. Фермеры из районов, чтобы не платить налоги, арендную плату за места на рынках, ставят прилавки прямо на улицах, возле остановок общественного транспорта. Качество продуктов никто не проверяет. В рейд по советскому округу отправилась наша съемочная группа. Предприимчивые торговцы стоят там, где людей больше, на остановках или вдоль жилых домов. Проверяющие осматривают импровизированный прилавок жителей Селькульского района. 70 килограммов свинины и никаких документов. Продавец уверяет, о том, что торговать нужно по правилам, якобы не знал. Ну как, Фермерска, с водеодержим, решили продать свое. Глаз нельзя, мы сами себе оставим. Покупатели верили продавцу на слово, но в таком случае никто за здоровье Аймичей ответственности не несет. Продукция должна продаваться с ветеринарно-спроводительными документами, подтверждающейся качество происхождения продукции, с маркировочными ярлыками. Обязательно на мясе должна стоять печать ветеринарного врача. Употребляя в пищу неклеменное мясо, можно заболеть и трехнилезом, и всеми инфекционными заболеваниями, включая ящину, к примеру. Через несколько сот метров другой прилавок, и на нем колбаса уже явно в заводской упаковке, ни одной этикетки. Возможно, просроченная, возможно, контрафактная, а может быть и то, и другое сразу. Фирма-производитель, состав продукта и срок годности неизвестны, но здесь дешевле. Несанкционированные торговые точки не платят за аренду, что влияет на цену. И Аймичи готовы рисковать. Не знаю, может быть и стал. А не боитесь? Ну, жизнь наша полная опасности. А вы думаете, в магазинах лучше? Я не против покупать мясо. Ну, потому что свое мясо продают, домашнее. Но главное, нет необходимости сдавать продукцию на проверку в лабораторию. За торговлю без вед документов грозит штраф до 100 тысяч рублей. Да и за продажу в неразрешенных местах тоже придется заплатить до 30 тысяч. Но, видимо, прибыль намного больше, чем возможные убытки. Обороты стихийных рынков поражают. Только за 9 месяцев этого года в Омске на незаконной торговле поймали почти тысячу человек. Общая сумма штрафов приближается к миллиону. Светлана Подберезния, Тахмина Тынысова и Алексей Попов. Новости здесь. Омск.